Делегация Лодзинского воеводства Республики Польша с официальным визитом находится у Витебской области на повестке дня наладживание партнерства, инвестпроекты, взаимное супрацовнительство. Своё профессийное свято в неделю отзначают работники агропромыслового комплекса, как с правами вязковыми заправляют жанчины. У Витебска открылся 30-й международный фестиваль сучасной хореографии АФМС. Таким будет сегодняшний выпуск. Это новины Витебской области. У студии Вольха Шмаргун. Витаю вас! Узровень беспроцовья у Витебской области изнизился у 13 районах – городе Витебску и Новополоцку. На посаджении коллегии Комитета по праце, занятости и социальной обороне разгрыдели ход реализации программы об социальной обороне и соединения занятостей насельництва на 2016-2020 годы. У Придвинским краю узровень беспроцовья на 1 листопада склау 0,8% от экономично-активного насельництва и снизился на 0,2% до узровня минулого года. Найменшую колькость беспроцовных зарегистровали у Мейорским районе, наибольшую – у Витебским, Поставским и Рассонским. Усяго, в рамках реализации программы селитов в области праце уладковали коля 23 тысяч человек, с их на зноу створенные працеуные месяцы коля 5 тысяч. Радует ситуация, что у нанимателя появляется больше вакансий. На начало года это было 2,5 тысячи вакансий, сегодня уже они превышают количество безработных, порядка 5 тысяч вакансий. Поэтому напряженность на рынке труда на сегодняшний день снизилась и составляет 0,8%. И для поддержания и продолжения данной работы, конечно же, выполняются все программные мероприятия. Это и участие в оплачиваемых общественных работах, когда безработный состоит на учете, и ему необходимо подработать. В этом году уже 6 тысяч безработных воспользовались такой ситуацией текущей. И переселение в сельскую местность. Оказание для поддержки самореализации, для развития предпринимательства 200 субсидий в этом году безработным выдано. Кроме этого, для своего повышения уровня профессиональной значимости уже 1300 безработных прошли переобучение. В 2017 году в Витебской областной службе занятости по допомогу у праца уладкований звернулись около 32 тысяч человек. У якости беспрацовных зарегистрованы около 20 с половой тысяч. Агульная колькость незанятых в регионе сегодня складает 3 805 человек. Пошук надейных партнеров, реализация инвестпроекта, уналадживание тесного взаимовыгодного супрацовництва. Делегация Лодзинского воеводства Республики Польша знаходится с официйным визитом у Витебской области. Представники бизнесу и органов мясцового самокерованья сустрелись с керавництвом региону и предпринимательниками. Яны обменялися информацией, выказали свои пропановы по развитию взаимовыгодных партнерских относин у сферы бизнесу. Вытворцы и бизнесмены затекавлены в реализации суместных проектов и идей. Мы готовы, рады сотрудничать, обеспечить поставки жизнедорожным транспортом на удаление, получить все сертификаты по Еврокодам. Сейчас разработки все проекты ведутся под Еврокод. С условиями поставки именно на Европу в Евросоюз является польская сторона. Это, конечно, процесс непростой и довольно длительный. Но если польская сторона будет заинтересованность в этом, мы готовы предоставить свои силы, свои усилия. То, что для нас интересно, это сотрудничество в этой сфере, значит реализация проектов на территории Республики Беларусь. И дополнительно мы предлагаем работу всем желающим приехать на работу в Польшу. Интересует меня также покупка строиматериалов в Республике Беларусь. Представники польской делегации примут в делу в форуме инновационное предпринимательство Витебской области от Малого до Великого, який все лета пройдет в Орши. Там польские бизнесмены ознайомятся с науковыми распроцовками беларуских ученых и обмеркуют шляхи дальнейшего супрацовниства на взаимовыгодной основе. И в доме, и на ферме, и в поле саправдный боец. С правами вязковыми все больше заправляют жанчины. И там, где уладарець жаночая рука, не только парадок во всем, а и добрые вытворчие показчики. Угэтым упэвнилась наш корреспондент. Инна Кирыенкова, калі побывала у одной из таких господарок. Сельско-господарчам филеяли клявцы Лезненского района. У Алены Катович уже третий трактор, який презентовали ее за добрую працу на областных дажинках. На попярыднім отпрацывала 14 год. Техніка и до этого часу справная, а все тому, что сама доглядала. Алена ведая толк у машинах. У господарцы працюет 21 год трактористам, працягивая славную династую своих батьков. Сразу пришла работать, и пыхали, и шеяла, и лен убирала, и кармаза натавливали. Ну все, практически. Но теперь уже, наверное, 7 год, яда химикаты, все лето. Связный до осени. Зараз Алена развозит кармы. Спрытная и працавитая, и она даст фору любому мужчине. И у гэтым нема ничего дзивного. Коллектив господарки у основным Жаночи. И керавник так сама Жанчина. У Сяня легкая праца и у Поли, и на ферме, тримается на кволых, Жаночих плечах. Для меня это, наверное, животное самое святое. Оно у меня на первом плане. Не знаю. Любите их приводить? Обожаю. Это мое, я не знаю. Призвание, наверное, мое призвание. Я приехала после учебы сюда к матери жить. Ну и так получилось, что сменила маму. Мама пошла сейчас на пенсию, ну и пришлось здесь поработать пока. Работаю уже третий год. Ну, как бы, все пока еще нравится, все хорошо, все замечательно. Доярки у нас отличные, перспективные, стараются все делать. Головное, что у людей есть стимул и жадание працевать. Отсюль и добрые вытворчие показчики. Господарка постоянно займает призовые места на областных споборницах працевников везки Дожинки. Мы средним надеваем на 102%, а 4-800 примерно. Больше корневого прошлого года, немножко, но все равно больше. С учетом того, что увеличили мы поголовье до иного стада, год мы должны выйти с плюсом, даже довольно-таки неплохим. Как и по надевам, так и по выращиванию молодника. У господарцы доверяют молодым кадрам, которые уливаются у шматлики и амальжаночий коллектив. Процовитых и креативных специалистов тут особливо ценят и стараются усилях поддерживать. Тяжеловато сначала влиться во всю атмосферу сельского хозяйства. Но потом, со временем, благодаря коллективу, мне это удалось. Уже два с половиной года работаю главным зоотехником. У господарцы завсюди захвачивают своих работников. А тут еще добрая нагода, профессийная свята. И словы поддяки и премии – лепшая у знагорода за их нелегкую и самоданную працу. Благодарности, премии, как самым лучшим. Чтобы у них был стимул дальше работать. Инна Кириенкова, Леонид Табола, Новины, Лезненский район. До инших тем. По подозрению с жорстким забойстви у Витебску затрыманые 4 человеки. Три из них – жанчины. Усеяны – знаемые забитого. Цело 59-годового господара у его квартиры знайшу брат. Отбылось их это ранится и 13 листопада. Следчая высветлили. Компания выпивала на пярыды дни. А потом приятели нечто не подделили. Прыладой забойства стала звычайная табуретка. На теле мужчины шматликие следы от ударов. В ходе осмотра места происшествия, квартиры, следователи совместно с экспертами изъяли и зафиксировали следы, в том числе предполагаемое орудие преступления, а также другие предметы, по которым назначили экспертные исследования. По предварительному заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть потерпевшего наступила в результате множественных повреждений, нанесенных по конечностям телу и голове потерпевшего. Криминальная справа узбуджена за забойство, сдействненное за забливой жесткостью. Следшим предстоит высветлить, кто с четверых затриманных заявлялся только с веткой, а кто сбивал господара-кватеры. Расследование взял под особистый контроль старшиня управления Следшого комитета Беларуси по Витебской области Уладимир Шалухин. У Витебской области что год каля пау тысячи человек ставят диагноз «рак легкого». Такие личбы огучили подчас конференции, промеркованной сусветному дню Некурэння, специалисты областного клиничного онкологичного диспансера. Сгодно с дадзинами урачов, эта шкодная звичка становится причиной 30% выявленных злоякосных пухлін. Титуньовый дым – мощный стимулятор пухлінного росту. В Украине остается большой проблемой в развитии онкологических заболеваний. Это является одним из самых главных факторов развития многих видов опухолей, в частности, рака легких. Мы видим, что большинство наших пациентов диспансируют украинщики. Это опухоли головы и шеи, это рак полостерка, рак языка, рак гортани. И также, как ни странно, большой процент заболевшим раком мочевого пузыря – это тоже куринщики. Як показывая практика, выявление онкологичных захворваний у большинства выпадков отбывается подчас проходжения плановых медицинских оглядов. С метой профилактики специалисты раець больше отказно подходить до этого питания. И что год проходят профилактические огляды у онкологов. Протягиваем выпуск. Витебск закружился в ритме 30-го международного фестиваля сучасной хореографии АФМС. В рачистом открытии попередничали одразу некольких творческих проектов. Презентация фильма после тебя. Международный фестиваль сучасной хореографии уже давно не обмяжовывается танцевальной программой. Восеселита юбилейный форум почал свою работу презентации российской драмы «Пасля тебе», у основе якой оповед про життё былого артыста балета. Фильм режиссёра Ганны Матисон собрал полную залу, а с глядачами сустрелись хореографки на стужке Раду Паклитару и выканавцы головной роли народный артыст России Сергей Бязруков. Для моего героя важно поставить балет и состояться как хореограф-постановщик, потому что всё забывается. Если никто тебя не снимал на плёнку и никто не видел, как ты прыгаешь, то это всё и останется только в памяти тех самых поклонников, которые когда-то будут рассказывать, да, когда-то он прыгал, да, а помните, как он прыгал. Фестиваль масштабный, проходит одразу на некольких плясовках. В фойе концертный зал Витебска дадим распоряджение мостаков. Тут представлены одразу три проекта с танцевальным лейтмотивом. Выставы-инсталяция музея-архив, промеркованная до юбилея форуму, выстава Александра Селивончика и фотопроект Ганы Майсяюк «Калеграфия танца». Для одних хореография лад життя, для других – объект творчества. Данный проект представляет собой действительно эклектичное собрание работ. Это 16 работ. Из них три – это ватманы, на которых сам танцор непосредственно танцевал. То есть это не только фотографии, это уже какой-то определённый необычный арт-проект, который совместил в себя и живописи, если это так можно сказать, и фотографии. Покольки у Витебску появились черно-зелёные афиши, значит, у город пришёл хореографичный фестиваль. 30-й форум собрал 20 коллективов из областных городов. И они же позмагаются за перемогу. Напереду их не только из поборниц, но и майстер-классы от ведущих хореографов. Не выключено, что многие из них захочут его взять и у Дзьяны Юрченки. И она стала владельником спецузнагороды, якая сё лету уручается у першыню. Хореографы выказывают свои эмоции танцам, вот и тут они были немногословными. За вклад в развитие белорусской современной хореографии вручается хореографу, художественному руководителю Витебского театра студии Диане Юрченко. Спасибо. И мы этим гордимся, что из нашего города выросли замечательные такие люди, как тот же Дмитрий Залеский. Сегодня и Диана Юрченко, которая показывает великолепную зрелую современную хореографию и растит молодёжь. Ритм форуму задали, фестивальный корабель под назвой АФМС взял курс на международные танцы, где чекаются не только из поборниц, а и премьеры, и мастер-классы. Финальную кропку поставить всю неделю, коли объявить переможцу конкурсу. Виктор Пралич, Александр Прыставка, Новины, Витебск. На этом наш выпуск завершенный. Я с вами развитываюся. С 15 по 19 листопада отбудется 30-й международный фестиваль сучастной хореографии. Самая лепшая – генеральный партнёр «Белвест». Далее поведомление синоптыков, партнёр прогнозу на дворья газета «Витбичи». Я люблю свою работу, своих друзей, свою семью. И мне нравится, что любимая газета «Витбичи» всегда пишет о самом главном. «Витбичи» – для меня и для тебя. Подпишись сегодня. Субтитры предоставил DimaTorzok У Витебску так само воблачно с прояснениями. Опадки днём не прогнозуются. У вечера дождь. Температура по ветру ночи каля нуля. Днём плюс 3-5.